И Аллах Субхану Талли говорит в Коране Мы почтили сынов Адама и носили их по суше и по морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над множеством других созданий, говорит Всевышний Аллах Субхану Таалли. О рабы Аллаха, поистине один из отвратительных обычаев, существующих, к сожалению, во все времена до ислама и сейчас тоже это видится. Это то, что обычаи возвеличивать своих предков, гордиться своим родом или племенем и хвалиться своим происхождением. При этом осуждать других за их происхождение и делить людей по признакам, независимым от них самих. Такой-то безродный, такой-то неимущий, такой-то бедный, такой-то слабый, такой-то краснокожий, такой-то темнокожий. Такое поведение было свойственно людям во времена джагилия, во времена невежества. Аль-Хамду Лилля, ислам отменил превосходство одних людей над другими по признаку богатства, происхождения, влияния, чина, цвета кожи или расовой принадлежности. Он воспитал ислам особым образом, дав им правильный и справедливый стандарт превосходства одних людей над другими. Как пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, разъяснил, что только богобоязненность, только богобоязненность и благие дела дают одним людям превосходство над другими. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Нету превосходства арабам на дне арабам, кроме как богобоязненности. Когда был фетх Мекка, когда было открытие Мекки, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, обратился к людям с речью. То есть открытие Мекки, хамду лилля, ислам распространился. Те сахабы, пророк, салаллаху алейхи вассалям, когда сделал хиджру, вернулся в Мекку, открыл Мекку, освободил Каабу от идолов, от идолов поглотничества. Я брал сил сэклудзем. Сэславами, амма баعت. Эйюха ннас, инна Аллаха قад азхаба ранкум, инна Аллаха قад азхаба ранкум, عубията الجاهлия тива фахраха. Эннасу ражулан, муоминун тقيун, кариемун على Аллах, вафажирун шقيун, хейнун على Аллах. Сэславами, амма баعت. О люди, поистине Аллах удалил от вас фанатизм и гордость времен невежества, гордость времен джاهлии. Люди делятся на два вида. Богобоязненный верующий, почтенный Аллахом, субханаху та'аля, и несчастный грешник, униженный Аллахом, субханаху та'аля. После этого он прочитал строки со священного Кур'ана. О люди, поистине мы создали вас из мужчины и женщины, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самые почитаемые перед Аллахом среди вас, откакум, самые почитаемые перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный, поистине Аллах, знающий, видающий, сказал Всевышний Аллах, субханаху та'аля, в Кур'ане. Продолжение следует...